Добрый день, дамы и господа. Сегодня у нас 10 ноября 2020 года. У микрофона Леон Вайнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Ко мне недавно, вчера, в руки попал очень интересный документ под названием «Предотвращение срыва президентских выборов и передачи власти». Ну, приблизительно вот так он называется по-английски, естественно. О нем в свое время писал «Нью-Йорк Таймс», по-моему, в июне, если не ошибаюсь, и журнал «Атлантик» в июле. Я, кстати, выложу этот документ, он будет находиться вместе с видео где-то там. Значит, подготовлен был этот документ в начале этого года. Документ – это доклад руководства к действию группой, как сказано, верхнего звена бюрократов из различных ведомств. Набрали из разных ведомств, по-моему, 60 человек, которые разыгрывали, как там написано, 4 варианта исхода выборов. Значит, Байден выигрывает с большим отрывом, Байден с маленьким выигрывает, Трамп с маленьким выигрывает, Трамп с большим. Все варианты. Зачем, так сказать, они разыгрывали эти варианты? Значит, якобы для того, чтобы сохранить мир и спокойствие на улице. На самом деле, вот как тут достаточно четко описано, как лучше помешать Трампу остаться в Белом доме. Хотя эти слова, в общем, не сказаны. Ну, сейчас я вам расскажу, что там было. И вы сами поймете, почему я сделал такой конкретный вывод. Там все это есть, но это, так сказать, чуть-чуть по-другому обличено. Но сначала, значит, давайте мы вас как бы подведем к этому документу некоторыми событиями, которые происходят вот прямо сейчас за последние 24 часа. Значит, после недели вакханалии и восторга на улицах там Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, других больших городов. А после объявления Байдена, значит, президентом-элект, то есть, так сказать, 100% президентом, после речей Байдена и Камалы Харриса вступления в их должности, значит, причем оба сообщили, что вступает в должность президента США. Да. Думаю, что не оговорились. Думаю, что действительно оба вступают. А, значит, после поздравлений, скажем, от десятка, может, уже больше сейчас глав иностранных государств, и включая к моему, честно говоря, стыду и замешательству, значит, звонок из Израиля от Биби Натаньяу, значит, источники информации о выборах начали меняться. Есть такая организация, да не источники, а то, что источники говорят, естественно, чело меняться, не источники. Есть такая организация, называется Real Clear Politics, неважно, так сказать, как это на русский переводится, важно, что это организация, которая перед выборами, во время выборов, она только делает такие усредненные опросы населения, анализирует, так сказать, и выдает результаты. То есть, ну, такая, так сказать, как бы исследовательская, так сказать, компания, известная в прессе, их цитируют часто, так сказать, они там, на них подписаны куча, там, всяких газет со всего мира и тому подобное. Значит, вот они сообщили, что штат Пенсильвания, сообщили это вчера вечером, по-моему, или ночью, перешел из колонки Байдена в колонку спорной. Значит, и у Байдена не набрано 270 голосов, то есть он не президент-элект. В Пенсильвании там 20 электоральных вот этих самых выборщиков голосов. И что значит, что теперь, с их точки зрения, они такие законодатели моды в этом смысле, надо считать, что у него не 279, и он победитель, а 259 голосов. То есть, снова неизвестность. В Сенате пока, значит, до пересчетов, значит, будет, там дополнительные будут еще всякие пересчеты и прочее, и прочее, значит, там уже точно будет 48 демократов, 49 республиканцев. Будущее Сената, как бы тоже еще не определено, может, будет 50 на 50, мы не знаем, а может и что-то там изменится, и, так сказать, когда будут пересчеты, потому что пересчеты будут обязательно. В Конгрессе у демократов было, значит, 219, человек стало 215, то есть минус 4, это уже из тех, которые выбраны. А у республиканцев было 195, а стало 200, то есть 5 человек они получили в плюс, опять же, остальные немного, но остальные будут пересчитываться. Возможно, что кое-что из этого будет пересчитываться. То есть, к чему я рассказываю вам про эти цифры? Что никакого такого голубого пожара или голубой волны, как они там говорили, да, не произошло. Голубой – это цвет демократов. А средства массовой информации, как и ожидалось, нам врали. Вместе с теми, кто делал и публиковал опросы населения, значит, пока суть до дела, генпрокурор Барр приказал, значит, федеральным прокурорам расследовать многочисленные случаи нарушения законности при голосовании, из-за чего директор отдела Минюста по защите выборов подал в отставку. Похоже, что он один из тех, кто при Обаме помогал АРС наезжать на республиканские общественные организации. В Аризоне, которую Мидия приписывает, продолжает приписывать Байдену, все еще идет подсчет. И Трамп отстает по сообщениям, значит, республиканцев, по крайней мере, на меньше, чем 1%, что делает Аризону штатом обязательной проверкой. То есть нельзя ее переписывать в колонку к Байдену просто потому, что там, когда меньше 1%, то идет обязательная перепроверка, пересчет голосов так называемый. И не просто пересчет голосов, а с лечения. То есть целая большая процедура, которая может затянуться на неделю, может, больше, но в которой уже будут участвовать не те люди, которые конкретно, может быть, жульничали, а, не знаю, как там это в Аризоне устроено, какие-то другие, или, так сказать, двухпартийные, или как-то еще там происходит. В общем, будет пересчет. Это вводит людей Байдена в нервный транс. А, значит, всего 14 тысячек разницы в Аризоне на 3 миллиона поданных голосов. Ну, 3 миллиона, по-моему, 2,9, там, так сказать, без небольшого. Юристы Трампа утверждают, что куча голосов пришла от голосовавших несколько раз. Были голосовавшие, значит, из могилы давно умершие люди, и вообще чисто просто обманные бюллетени. И что их значительно больше, чем эти 14 тысяч. Значит, если это так, то, значит, похоже, что Трамп там выиграет. Генерал-лейтенант Томас Макинерри, как всегда, не уверен, я правильно произношу имена или нет, сообщил, что администрация Обамы взяла, он уже в отставке, но он очень был активен во всяких делах, связанных с, скажем, компьютеризацией и тому подобное, значит, родов войск, он вообще сначала служил. Ну, я расскажу о нем сейчас несколько слов. Значит, он сказал, что администрация Обамы взяла программу, которую разработала, была разведкой для разведки, то есть там ЦРУ или военной разведки, я не знаю, значит, которая называется «Хаммер Скоркеру». Скоркер, ну, окей. И стала эту программу, которая была, так сказать, для внешнего использования, и запрещено, естественно, так сказать, у нас много чего запрещено делать от того, что можно, так сказать, для шпионства делать, стала использовать ее в США. Эта программа, значит, помогает менять голоса, поданные за одного кандидата, перебрасывает другому кандидату. А эта программа, значит, работала в 2012 году во Флориде во время выборов, естественно, чтобы помочь Обаме и демократам. Эта же программа использовалась на предвыборных выборах, то есть на предварительных выборах в демократической внутридем партии, чтобы остановить Берли Сандерса в демократской задачи, такая цель, цель – оправдывать средства. Генерал-лейтенант прослужил 30 лет в авиации США, был, то что называется, третьим человеком в этом роде войск, руководил войсками США в Европе, руководил операциями, которые проводились по всему миру, и сначала как руководитель операции на месте, а потом как руководитель европейского отдела американской армии. И последние годы службы занимался компьютеризацией всего, что связано с армией США. Он хорошо знаком с программами, программистами из НСА, ЦРУ, ФБР и военных разведок. Он утверждает, что 8 лет назад Национальный комитет демократической партии решил начать применять разработанные программы разведкой во внутренних делах США и адаптировал программу Хаммера, которую я вам сказал, второе слово не могу произнести, для подтасовки выбора. Генерал утверждает, что в случае, который произошел в 2012 году, Обама подтасовал 3% голосов в штате Флорида, который дал ему возможность остаться на второй срок. Что называется, за что купил, за то продаю, и даже не проверял, насколько Обама или кто-то другой победил Флориду. Просто пересказываю, что он сказал. Передо мной лежит этот документ, подготовленный в июне 2020 года, то есть нашего года. То есть уже подготовлены, вели стяки, так сказать, игры, расследования, подготовка. А вот в июне 2020 года он уже был готов и пошел, так сказать, этим самым ведомством, ну и всем остальным людям, которые должны были знать, какой план есть и как им уследовать. А, значит, 60 работников министерств и ведомств, значит, ириархия бюрократии США для, как мы много раз говорили, борьба Трампа с, значит, социализмом, бюрократизмом, там, так сказать, и прочее, и прочее, с воровством, с болотом, это не борьба между республиканцами и демократами, это борьба тех людей, которые хотят честно работать, честно зарабатывать деньги. И не хотят, чтобы им дурили, значит, и теми людьми, которые сосут деньги из нас, так сказать, через государство и придумывают все время новые фокусы, как бы высосать большее, вызвать у нас, значит, желание и порыв давать им больше денег, а они их там потом уже пилят, как говорят советкам, как в России, как говорили, да. Значит, что, собственно, какие действия обсуждались на этой вот встрече, там, несколько дней они, так сказать, находились вместе, подготовка была до того, потом мы находились вместе, а потом выводы обрабатывались. Вот что там, что у нас обсуждалось? Во-первых, они решили, что выборы, это в июне вышло уже, 20-го года, выборы не будут решены в ночь с 3-го на 4-е ноября. То есть, они к чему-то уже готовились, они знали, что вот все, что устраивает демократическая партия, пропихивает там голосование по почте и прочее, порушит совершенно обычный порядок, так сказать, того, что происходит, и не будут решены выборы в ночь с 3-го на 4-е ноября, точно совершенно. Значит, после окончания выборов президент, как они там написали, объявит, что происходило много незаконных действий и будет подавать в суды. Они это разыгрывали, то есть, они знали это, они знали, что будет много незаконных действий и президент будет подавать в суды. Минюст сообщили, они будут проводить расследование по обвинениям президентских подтасовок, то есть, они как бы тоже к этому были готовы. По утверждению, значит, создателей этого плана, действий, похожего на план военных действий против президента, значит, утверждали, что Трамп, поняв, что побежден, будет договариваться с лидерами зарубежных стран, зарубежных стран, об услугах, которые он будет им оказывать, а потом, когда он уйдет из президентства, он получит от них денежное финансовое вознаграждение. Они явно считали, что Трамп, ну, такой же сукин сын, там, и продажный отварь, извиняюсь, так сказать, как Клинтон и Обамы, да? То есть, он будет точно так же, как они, продавать Америку за будущий юбилеон. По утверждению составителей документа, обманы и подтасовки во время выборов либо вообще не существуют в США, либо очень незначительны. То есть, ну, уже понятно, какая сторона это писала, даже по одному этому замечению, значит. Они явно ничего не знали о подтасовках, там, десятилетиями в Филадельфии, за что людей сажают, так сказать, в Чикаго, за то, что, так сказать, люди годами сидят в тюрьме за это. И, кстати, значит, в 2012 году во Флориде ничего не знали об этом. Святым Духом оно произошло. Вот, читая этот документ, у меня было ощущение, что писался сценарий действий шаг за шагом для демократов и их сподвижников, как действовать при различных сценариях, результатах голосования и как отвечать на те или иные действия Трампа. То есть, заранее продумывалось, да? Не просто продумывалось, а потом печаталось и раздалось всем тем людям, которые участвовали во всей этой истории. Например, значит, скажем такие вещи. Найти одну тысячу, там написано так, одну тысячу известных и влиятельных людей, чтобы они требовали прекратить расследование нарушений. Громкогласно. Ну, а, соответственно, так сказать, СМИ будут это все, так сказать, разносить. Второе. Организовать всех предыдущих президентов, Буша, Клинтона, Обаму, выйти вместе с Джо Байдом и требовать ухода Трампа из Белого дома. Мы уже знаем, что, значит, Буш уже, так сказать, потребовал этого. То есть, по крайней мере, он поздравил, значит, Байдена с победой, то есть, так сказать, вот он законно победил в глазах Буша. Заранее договориться с рядом республиканских политиков, чтобы те требовали у Трампа, значит, признать поражение и уйти. Организовать заранее огромное количество номенклатуры, то есть, чиновников, из демократической партии, которые все время требовали бы, чтобы пересчет, значит, ввели представители технических гигантов. То есть, компьютерщики из этих вот больших организаций, да, заранее определить, написано было там, из каких компаний и кого именно звать на пересчет. Дальше. Объявить срочно день национального единства и вывести народ на улицы, площади, митинги, значит, по всем крупным городам страны. Постараться организовать профсоюзные забастовки на крупных предприятиях, при этом заранее договориться с лидерами профсоюзов. Ну, немножко похоже на попытку переворота, правильно? Вот. А провести переговоры с военноначальниками, вот что меня напрягло очень серьезно, для создания плана сопротивления любым попыткам Трампа ввести войска в города, в которых происходят бунты. Вот. Такое ощущение, что Эспера уволили. Вот. По вот этому очень конкретному поводу. Провести предварительную работу с владельцами средств массовой информации, с журналистами и с руководством социальных сетей для организации общего фронта действий. Во время протестов, если и когда будут грабежи и, значит, бандитизм, поджоги и прочее, освещать это в прессе, как провокации сторонников Трампа, которые пытаются скомпрометировать мирные демонстрации. Обучить протестующих, как вести протесты, чтобы нанести максимальный урон, при этом не вызвав вооруженный ответ полиции. Обучить социальные сети останавливать любую положительную информацию о Трампе, любую негативную о демократах. Что мы, естественно, тоже наблюдали, правильно? И все это было подготовлено в июне 2020 года, то есть вот текущего года. То есть, значит, продумано, обсуждено, а затем облечено в письменную форму, значит, после чего начались, как мы знаем, действия строго по этому сценарию. Звезды, политики, там, включая некоторых республиканцев, в том числе, требуют от Трампа признать поражение и уйти, чтобы не было беспорядков. И вообще так будет честно, потому что все, что он говорит, это безознавательно, вранье. А Буш-младший, как я уже сказал, значит, уже поздравил Байдена, значит, с победой, хотя тот не то, что не победил, даже еще не президент-элект, то есть, ну, никак, ничего не произошло, да? Значит, народ вывезен на улицы, пока что на мирные демонстрации и изъявление счастья. Но, значит, после всего этого, если дело повернется в другую сторону, его будет очень легко нагреть и, так сказать, что называется, миллионами вытащить на улицы. Вот никто, естественно, народ стреляет не будет. А социальные сети и СМИ работают как цензуры и пропагандисты демократической партии. То есть, демократы тщательно подготовились и действовали по детально разработанному плану, а тоже, так сказать, зная, точно зная, что они подтасуют выборы и далее будут делать все, чтобы практически эти подтасованные выборы, значит, засунуть в, так сказать, результаты, засунуть в глотку нашу с вами, в глотку избирателей. Вот, как мы уже знаем, первые раунды из вот намеченного у них прошли прекрасно, но потом они смоткнулись, потому что Трамп отвечает четко, отвечает точно, отвечает грамотно, юридически основательно и очень похоже, что вот сейчас подаются буквально сотни страниц, на 20 уже, по-моему, судов, написано, которые практически невозможно, их невозможно подготовить за 4-5 дней. Это значит, что это документацию Трампа, после того, как его люди тщательно изучили вот этот документ и много чего другого, о чем мы еще не знаем, начали готовить ответную процедуру, и все было подготовлено за исключением, только надо было вставить какие-то цифры, имена, там, географические точки, потому что ну, сто с лишним страниц юридического текста, наполненного там ссылками, наполненными разъяснениями, похожими делами и тому подобное, это делается месяцами, это не делается за 4 дня. То есть это все делалось заранее. Вот, теперь, значит, Сенат, похоже, остается в руках республиканцев, но самое главное, значит, что произошло в стане демократов, это в Верховном суде вместо Рут Гинсбург теперь заседает Эми Барретт, и вот здесь у демократов произошел совершенно главный облом, ну, как они уговаривали Рут во время, когда был Обама, уйти, чтобы дать возможность посадить молодого, там, обретивого демократа. Нет, держалась она даже за стул, держалась, так сказать, за все, что угодно, мир ее праху, но отпустить она власть не могла. Вот. Ну и повезло нам с этим, конечно. У Трампа все более и более проясняется горизонт, потому что, конечно, вот утром, четвертого утром было ощущение, что просто, ну, как это может быть, просто какой-то обвал, вот только что вот была победа, да и вдруг раз, все повернулось, непонятно как, да. То есть, опять же, так сказать, неважно, кто голосует, важно, кто считает, да. А, значит, я был, думаю, абсолютно прав. Когда предсказывал, что у Трампа я за неделю до, там, поцепенней, до выборов, я, как бы, вышел, сказал, что я обычно люблю делать предсказания, но вот по всему тому, что я, значит, сам, я поработаю оракулом, оракулом, и с моей точки зрения, Трамп должен заработать, там, я сказал, по-моему, я сказал, между 306 и 326 голосов, там, в зависимости от, там, всяких этих самых. Так вот, у меня такое ощущение, что вот пройдет еще неделя, две, три, четыре, и до конца года мы выясним, что Трамп получил эти свои 306, 326, я не знаю, там, 305-325 голосов, вот сейчас не помню точно, что же расчет, который я делал. А демократы, ну, просто мухлевкой изменили процесс, потому что Трамп, ну, опять же, два часа 30 минут ночью, мы, подняв там всякие, так сказать, бокалы, выпилицы, за победу, за нашу победу, и пошли спать. В 6 утра оно все поменялось на диаметр одно-противоположное. Значит, так что я думаю, что все-таки я окажусь прав. А хотя, как говорит моя жена, ты не всегда прав. Вот. А всегда права только она, естественно. А вот то, что сначала все повернулось от Трампа и в сторону Буайдена. Как бы, да. А сейчас начинает медленно-медленно-медленно разворачиваться в прямую противоположную сторону. И, похоже, правда начинает медленно вылезать на свет. Ну, и будем очень надеяться, что правда победит. Она, говорят, его правда побеждает всегда. Правда не всегда, к сожалению, побеждает. Но в данном случае будем надеяться, что из-за нашего упорства, упорства нашего президента и той команды, которая у него уже создалась вокруг него, из-за этого, и из-за того, что мы действительно выиграли, господа, у нас просто украли победу. А я думаю, что оно вылезет наружу и повернется правильной стороной. Потому что, конечно, вытерпеть сейчас социализма, который нам медленно будет засовывать, называя это чем угодно, любыми другими словами, но называйте это демократический социализм. Совершенно все равно. Социализм всегда ведет к одному и тому же. И демократический ведет туда же. В общем, господа, значит, я еще все еще забанен, как говорят, на Ютубе, но на Фейсбуке я это поставлю, это будет у меня на блоге, и мы будем думать какие-то еще новые средства. То есть, я прописан на всех, на всех социальных сетях. Мы просто сейчас проверяем, какую одну или две из них выбрать, чтобы, так сказать, на чек массировано там выставляться. Вот, на этом, значит, все. Да, и еще одна просьба. Мы начали уже как бы разработку нового проекта, связанного с объяснением детям, юношества, как бы развитие у них креативного и критического мышления. Так сказать, все больше и больше людей, что называется, приходят под знаменом, много очень идей всяких. Мы будем это обязательно делать, может быть, не сию секунду, там через месяц, через полтора. Но я хочу хорошо подготовиться и начать контр-атаку на наших детей через нас и наших внуков, через нас, с вами. Так что, к чему я это говорю? Присылайте деньги, сможете 10 долларов, прекрасно, 20, прекрасно. Еще раз помещу данные о том, куда можно их посылать и т.д. Спасибо большое и с надеждой, и с серьезной в общем уже надеждой на то, что все будет нормально. До следующей встречи. до следующей встречи. До следующей встречи.